Мир вам. Мир вам. А что-то у вас лицо так не освещается. Свету нет, темно все. Сейчас я подключу ланточку. Давайте. Сейчас видно? Да, видно. Вот. Ну, как говорится, тут у нас разобщение между катакомбных общин произошло. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Не против. Спасибо, Христос. Давайте с Богом. Говорите. Вот. Ну, у нас тут большинство примкнуло к Вениамину. Ветка ВПЦ. И я туда тоже. Без причастников нельзя. Вот. Что-то там причастие и все такое. А где вы? У Вениамина где вы бываете-то? В каком месте? А он здесь в Мичуринске кормляет общину. И в Липецк приезжает расхост. С оборванием и все такое. И тут сейчас домовый приход мы организуем. В сопольном этаже у одного человека. Я понял, епископ Вениамин. Да, да, да. Как его фамилия? Так. Русаленко. То есть он Черноморский называется? Черноморский, Хубанский, да. Ну и какой вопрос? Действительно он или нет? Да. Действительно. Да, Господь. Действительно он настоящий епископ. Вот. А то тут разные внедрялись к ним же, в их иерархию. И получалось, что они потом то в Московскую, то еще куда-то. У вас голова ушла вверх. Пониже сделайте, у вас лицо не видать. Пониже. Вот так. Во. Больше не уходите. Опять кверху ушли. Как-то сделайте так, чтобы было... У вас внизу много места свободного. Во. Все. Заморозьтесь на этом. Ну и что? И ушли с антиминцами. Антиминцами. Сомнений не допускаете. Вы вопрос задали, я ответил. Он абсолютно тот епископ, за которого себя выдает. Понятно. Но я скажу, что он такой строгий, но какой-то лояльный. Он дает... Вы его когда видите, можете увидеть, лично поговорить, когда? Ну, я могу позвонить, у меня его телефон где-то есть. Вы ему позвоните, когда скажите, скажите, я разговаривал с Лапкиным и Игнатием Тихоновичем. Ага. С Алтайского края, с Потеряевки. Он вам поклон передает и просит благословения. Хорошо, спасибо, Христос. Обязательно. Он к нам приезжал в Потеряевку. А, было такое, да? Он хороший человек. Просто хороший. Он сильно хотел меня рукоположить в священнике, но я отказался. Надо было согласиться. Когда я готовился уезжать в Синод, в Америку, а он в это время к нам приехал. Вы должны поехать священником. Я говорю, это не моя обязанность. У меня на другое призвание. Я благовестник, миссионер. Ага. Вот, значит, у нас вот, я не подписывался, а в киосках распространяется. Русский дом. Вот такой вот. Русский дом. Я могу ссылочки прислать, электронную почту могу прислать потом. Подожди, ну ставьте его правильно, чтобы видно было. Повыше. Русский дом. Русский дом. Вот, они написали о нас большую статью, очень хорошую. Вы не читали? Я еще не смотрел этот журнал, только получил недавно. Это не в этом году только. Года два назад они напечатали все. Так, все фотографии там, все у них есть у нас. Корреспондент специальный, он приезжал к нам в Потеряевку, Ритунский Владимир Васильевич. И им послал. А я когда поехал за границу с братьями нашими, то мы зашли к ним. Они сказали, мы журнал этот вам оставим. И они нам другие журналы дали. Мы дали им свои книги, они дали нам журналов килограмм, наверное, на 30, на 40. Ну, а вы статьи туда пишите, электронной почте свои. Вы этот изобразите сайт, чтобы люди читали. Потому что есть, какие не знают, а почитают этот по подписку и будут в сайт заходить. Смотрите, вам видно, нет? Ага. Вот у нас YouTube называется открытым в окном во свете Библии, читайте. Там 13 700 роликов. Сейчас я запишу это, чтобы YouTube, знаете, подпишусь. Давайте. А я вам на конце скину все данные, ладно, не тратьте время. Сейчас поговорим, я вам скину дальше. У нас большой форум, YouTube, у нас огромный-огромный... 13 тысяч, теперь уже 900 роликов. Да, вот. А это приходит на другую квартиру русский вестник, которого журналисты судят по 200... Это хорошая газета, хорошая. Хорошие журналы, хорошие газеты. Вы хорошую литературу считаете. Вы счастливый человек. 282-ю статью Платонову журналисту вот этому хотят судить. Ни за что. Я у них там в редакции был, книги подарил, а Крутов, там фамилия его, редактора главного-то, в русском доме-то, его не было. Но он для нас оставил, отложил, говорит, если придут, вы дадите. Мы им написали бумагу, они нам сохранили. Ну и дай бог. Мне очень понравились в русском доме, какие люди хорошие. Грамотные, во-первых. Во всех отношениях. А раньше у них телевидение было, это в ельцинское время. Они выходили в эфир, а сейчас что-то не выходит. Ну это я не знаю про то, не слезан никак. А вот этот русский журнал, мы поехали в Португалию, отсюда, из Москвы. Это проезжаем Турцию, и везде в библиотеке. Я дарил свои 38 книг у меня вышли, мои, из печати. 38 томов. И этот журнал прикладывали ко всем библиотекам. И в Скандинавии, и в Прибалтике, и здесь в Германии, Франции, там, и Италии. Везде журнал этот. И они для этого и отдали нам. Мы журнал сделали далеко известным. Ясно. А вот есть еще название, вот есть Российская православная церковь, тоже от РПЦЗ отошла. Это Орлов. Вот, есть такой. Фамилия, забыл, как зовут. Митрополитом. Митрополит, это бывший Никита Феоктистович Орлов, из Лос-Анджелеса. Я у него на квартире жил. Да, 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 да. Вы ему, он, конечно, на нас, может быть, обижается, что мы с Московской патриархией хорошие отношения. А мы относимся, две общины, две только осталось, которые принадлежат к русской православной зарубежной церкви. Но те от нас отказались. Но у нас хорошее отношение с патриархией. Тут такого прислали митрополита, как отец родной. А до этого были сложности. Это Бог так сделал. Митрополит Сереги, который в Чехословакии служил. Я про то не знаю. Я знаю только, что у нас в это воскресенье, вот сейчас будет, 4-го числа, у нас 3-го числа, февраля, будет ровно 40 лет, как моего брата отца Акима рукоположили в священники. 40 лет. И мы пригласили местного митрополита из патриархии, они со священниками приезжают. У нас очень хорошее отношение. Он у нас литургию служит. Но мы им не подчиняемся. Мы не принадлежим патриархии. Нет. Что хочу сказать. Значит, митрополит Виталий высказывался в свое время. Что патриархия должна выйти из семейного соццерквей, раскаяться в сотрудничестве с безбожной властью, канонизировать всех святых и великомучеников царских, царских великомучеников, а не как страстотерпцев. Тогда объединение будет безболезненно и единое было бы это. Кто бы был патриархом, кто бы был митрополитом. Я был в Синоди, жил в Синоди, в Нью-Йорке. С митрополитом Виталием каждый день встречались. И как-то поехали на одно дело проповедь, и он там был. Мы с ним сошлись душа в душу. Я на капитре стою, а большой такой там подиум где-то. А он в первом ряду сидит. А я говорю, гляжу, он поднимается, у меня микрофон берет в руки, говорит, я сколько раз говорил про это. Наконец-то человек нашелся, который меня поддерживает. Я долго был в жандарминском монастыре. Митрополит Виталий там до молились в Синоди. Мы стояли всегда рядом. Он около меня стоял. Я от него с правой стороны стоял. А у него такая была городушка, чтобы не упасть. Он очень хороший был. Еще до этого было знакомство у нас. Он выслал мне грамоту на всестороннюю проповедь. Грамота с печатью, с его подписью. И у меня в моем мире, вы если зайдете, вот я вам сейчас скину. И там на первой странице его как раз эта грамота. Митрополита Виталия преподается Лапкину Игнатию Тихоновичу на всестороннюю проповедь в защиту Российской Православной Церкви. И мне кажется, он бы прожил бы дольше, может быть, до 100 лет даже дожил бы. Может, чуть больше бы, если бы не вот эти переживания, перетряски. Да, да, да. Он очень хороший был, молитвенник. Он мне полюбился. Он меня книгами снабдил. Да все в двух экземплярах, мне и брату священнику. Мы с ним были не один день вместе. У них там такой порядок. В столовой поел, сам моет посуду. И он, у меня снимок есть, он стоит и моет посуду. Поел, митрополит. А у нас разве будет митрополит посуду мыть-то? Что-то шло. Да. Вот, сейчас теперь это покажу. А вы что ко мне пришли-то? Какая-то у вас нужда была? Вопросы какие-то? Ну, есть побуждение. Тут один у нас человек есть, Юрий Николаевич Берников. У него благоустроение было от еписк Варнавы, еще осознание общества. И он, как бы, монархическое движение, ездит с иконой Донской, и с какой-то еще мерточивой в Сербии ему вручили. Сейчас он в Сербии пребывает. Как бы посетить Дальний Восток, вот, к этому митрополиту обратиться, к вам заехать. Вот. Но это, видимо, нам самолетом придется. Это через год получится. Сейчас не получается. Все это запланировано. Да, ну-ка. Да. Варнава тут был в России. Он сошелся с обществом память. Дмитрий Дмитриевич Васильев. Потом они с гармошками на машине ездили. Они такую провокацию строили. Такие дела натворили здесь. Все разрушили. Ладно. Да, это Варнава. Варнава, он провокаторский мужик-то. Я его лично не знаю по делам его, которые были здесь. И дальше уехали. Мариинскую обитель там надо захватить. У них все отняли и вышвырнули отсюда. А они никакие, они никакие совсем. То есть они не могут обстановку оценить, где надо говорить, где надо молчать. А они вот сейчас, казаки за нами. Да с казаками какое отношение? Казаки и цыгане, это одно и то же. Да, есть казаки по духу, по происхождению, а есть набранные из этих, из всяких отрядов. Да я знаю. Все это не говорит-то. Варнава, прости господи, он здесь провокаторскую работу провел. Он разрушил все. Он руку полагал неправдоподобных, каких ему предоставляли, специально, может быть, какие спецслужбы, я не знаю. Да, да, да. То есть не от души и не по духу. Даже вот я знаю, один священник звонил. А вы Финляндию и Финку не передали? Варнава, отец Валерий его звали, в казачестве ему какой-то чин присвоили. И он, у него проспоры всегда в марфобители спадали вниз. Вниз. Ну, что это такое? Какой же это священслужитель? Вот такое дело. Орлова, Орлова, который митрополит. Я у него на квартире жил. Он меня встречал в Нью-Йорке и к себе домой увез. Потом мы с ним ездили по Америке, там ездили, собирали гуманитарную помощь. Он очень хороший человек. Но у него жена умерла, и он вот это принял на себя сам. Жена Леонида была у него. Сыновья у него хорошие. И вот он теперь пришел на осколки, никого нету. Если бы он раньше был, прям раньше сразу-то, тогда, может, и расколов бы этих не было. Он патриот настоящий. Он приезжал к нам в Потеряевку два раза. Если бы он секретарем был до Варнава, может быть, было бы по-другому все было. Ну, я поговорю про Орлова. Варнава, раз не знаю, я только видел дела его. А с Орловым-то мы вместе много ездили. Вместе пили, ели и спали. Понятно. А когда привезли гуманитарную помощь через океан сюда, нам не досталось ни одного грамма. Все разворовали в Санкт-Петербурге. Роков творится. Все. Милиция там пришла. Один говорит, вот мы сейчас сидим, едим, а тут надпись о вас. Ну, вы меня простите, что я ваше съедаю тут. Но иконы и книги дошли. У них книги печатали «Життя святых», а я сам переплесчик-реставратор. И у них корочек еще не было. Я говорю, давайте такие, какие есть, обрезайте. Я их заберу. И потом я приехал, привез сюда и переплел. Сейчас я вам кое-что покажу, если найду. Секундочку. Это вот одно. Монреальская мирточивая икона Божьей Матери. Это брат Иосиф. Иосиф Муньоз. Монреальский. Иосиф Муньоз. И икону украли, а его убили. Да. И как выяснилось, что эту книгу я приобрел в Задонском монастыре. Распространяют и не стесняются, не боятся. Митрополит тоже хороший. Вот. А другие епископы, тут две епархии по области, от патриархии, начинают уже это вот так вот пожимать плечами, мол, что это там такое. Потом книга была, значит, какой-то то ли хасид, то ли этот раввин. Какой-то раввин принял православие. Искренне причем. Через покаяние, через крещение. И эта книга распространялась тоже в Задонском монастыре. Вот, смотрите, я вам покажу. Глядите на меня. Ага. Вам видно, нет русский дом? Вижу, вижу. Это, запишите себе, номер третий. Номер третий, 2014 год. 2014 год. 2014 год. Я сейчас скажу, страница какая. Страница 46-я. Вот она начинается. Смотрите, какая статья. Ага. В этой деревне огни не погашены. Я, может быть, в электронном виде посмотрю. Да, вы в электронном. Дальше смотрите. Я листаю. Сколько фотографий. Глядите. Ага. Это не все еще. Это я с голубем сижу. Стою. О, какая статья. Вижу, вижу, вижу. В этой деревне огни не погашены. Это именно о нас. Вот наш пасхальный ночь. Идут фотографии чудесные. В РИА новости были. Первое место заняли. Понятно. Обязательно найдите его. Вот как он выглядит снаружи. А я еще хочу подписаться на русский дом. Это мне с киоска звонит. Подпишусь и скажу, а есть ли у вас за такой год, 14 год, можно ли помочь. Я не знаю, дело в том, что они все отдали. А может быть есть. Попросите. Скажите, я встретился с человеком, о котором написано в деревне Лапкин. Да, да, да. Тогда они больше скажут. Скажу, он сильно хорошо отзывался о вас. Хорошие вы люди. Может быть, это расположит их к вам. Вот молитвослов мне достался по наследству. В 1878 году. Он очень маленький. Там царица Мария, Александр, или Алексей, Александр царь упоминается. И прошел две войны, или три даже войны. И сохранил человеку жизнь. И вот я хочу сделать репринтное издание. Благословиться у митрополита Никона. И чтобы через их киосочки подешевле люди взяли без всякой накруточки. Чуть-чуть побольше размеров. Ну, как же ежедневничок вот такой вот сделать. Чтобы это было доступно чтение. И покрупнее текст. А вы, когда зайдете на сайт, посмотрите, какие у нас книги. Вот у меня, мы издали трех томик Нового Завета с полным толкованием с апокалипсисом. Три тома по 752 странице. Ну, деньги будут и как-то на карточку пришлю и, может, выслите. Ну, вы, когда я вам сейчас закончу говорить, я вам скину. И вы увидите там. На наши ресурсы заходите. Мой мир. Там мой мир. В моем мире вы увидите эту грамоту. От местного отзыва митрополита. От митрополита Виталия. Там вы видите фотографии, где я с ними сфотографирован. И с современным Иларионом Капралом, который у них первосвятитель там. Вот так вот и было. У вас какие-то вопросы еще есть? Значит, я как-то скачал, не знаю, это. По-моему, у меня еще и в друзьях есть в контактах. И там про Иосиф Мельезы, Монреальскую икону, есть ролик небольшой. И вот кто у меня там в друзьях, я ему говорю, заходите, посмотрите, чтобы... Хорошо. Почувствовали, какой человек духовной верой был. Ну ладно, я уже ухожу сейчас. Давайте прощать, если ничего нет. Спасибо, Христос. Все, отключайте меня. Спасибо, Христос. Все. Богу слава.